Как вы думаете, что сейчас Луна Сделает с Бианкой и Флорой Они просто домой вернулись в 5 часов утра Я понимаю, что в прошлой серии Мы отмечали день рождения Эрика и Адель И затем девочки решили Отправиться на пляж Поплавать, немножечко провести время С Коулом Ну а наша Бианка пыталась с кем-то Хотя бы познакомиться И в итоге у нас вроде как уже рассвет И самое смешное, что Ни Луна, ни Тимати сейчас не спят И я так понимаю, что сейчас Действительно у нас будут какие-то грандиозные Разборки, посмотрите, вот Луна прям на входе Стоит, что нам делать Как нам попасть домой, можно сюда как-то Не знаю, веревку закинуть и Пролезть через, например Балкон, у нас тут между прочим балкон есть Он как бы есть, но вы его просто не видите Всем привет, друзья, это Симс4 Это мрачная, мрачная, мрачнее Тучи династии, вроде бы пока что Не очень мрачная, ну как Частично мрачная, но впереди вас ждет кое-что Очень мрачное, так что готовьте попкорн И лайки готовьте В общем, я смотрю, что у Флоры все в порядке Она, в принципе, в настроении У них с Коулом все прекрасно Они уже встречаются, все ля-ля-та-паля А вот, знаете, Бьянка, ну вот просто вот Муд Бьянка Она, конечно, не очень довольная Посмотрите, какой она стала Ради того, чтобы понравиться Коулу Она решила, что надо наесться диетического мороженого Она почему-то решила, что Коулу Обязательно понравится вот такая вот девушка То есть она решила, что она будет и прическу менять в будущем И покрасит волосы И похудеет И, в общем, все ради него сделает Согласитесь, это не очень правильно В общем, конечно же, настроение у нее не очень У нее вроде как появился какой-то даже, ну не то чтобы ухажер Она понравилась бармену Но вот что-то я не уверена, что бармен ей понравился Я смотрю, что Луна вообще не спит Я не знаю, что она делает, почему она... Подожди, а что ты делаешь? А, ты телевизор решила посмотреть Ну, правильно Она, может быть, сидит сейчас, смотрит телевизор В попытке, чтобы хотя бы не уснуть А то что-то мне подсказывает, что она действительно может в ближайшее время отключиться Учитывая, что день рождения у нас действительно затянулся Вы посмотрите, еще даже она тарелки не успела убрать Может быть, гости, правда, недавно разошлись Но в любом случае, это немного странно Давай-ка мы посмотрим, где Тимати А Тимати уже здесь Между прочим, ему скоро на работу Я думаю, что он сейчас должен приготовить хоть какой-то завтрак Привет, привет, мой хороший пес И, кстати, друзья мои, сейчас я вам кое-что еще покажу Как вы знаете, детишки стали старше Так как мы отметили день рождения Эрика и Адель То нам пришлось, конечно же, сделать кое-какие перестановки Мы убрали детские стульчики, детские туалетики Хотя, скорее всего, где-то я упустила, наверное, где-то стоит один И вот теперь интересный момент, друзья мои Вот эта вот комната, где жил Эрик и Адель Это что, аура летает? Ребята, аура, записывайте! Ой, подождите, это не фосмофобия Извините, это не фосмофобия перепутала Значит, теперь в этой комнате спит только Эрик Только Эрика эта комната Здесь Луна решила не ставить двухъярусную кровать Она решила, что для ее любимого, единственного сыночка Пусть будет отдельная комната А вот, к сожалению, Адель теперь придется спать вместе с девочками Так, по-моему, может, они в туалет вставали или еще куда-то В общем, придется теперь девчонкам здесь жить втроем Между прочим, тут есть шкаф, вы его просто тоже не видите А вот для Эрика Луна решила выделить целую отдельную комнату Мне кажется, это не очень честно Но сейчас мы должны, конечно, девочкам надавать Мы должны сейчас описать первый поцелуй Зачем? Ты должна, ну скажем так, поспорить с ней О музыке, о правилах в доме И с одной, и со второй Хотя, как вы понимаете, ну вот вроде как у Луны Было больше доверия, наверное, все-таки к Бьянке В общем, она как-то обратила внимание, что Флора, она действительно такая девчонка Любит погулять Поэтому она решила, что надо все-таки больше Флоре дать Этих самых выговоров Значит, я думаю, что мы сейчас нашу красавицу отправим спать Потому что вы видите, что у нее, кстати, бодрость вообще ниже Плинтуса А вот самое интересное, что наша Флора вообще, вообще все в норме Я надеюсь, что я не буду путать Флору и Бьянку Ребята, это норма Я всегда путаюсь в персонажах, поэтому если что, извините В общем, что-то я смотрю, что Бьянка-то не особо расстроилась Я думаю, что Бьянка понимает, что Луна права А вот Флора, мне кажется, понимает, что не особо-то права Мол, как бы я пошла, я пошла со своим парнем гулять Что такое? Давай будем спорить о правилах А наша Бьянка тихонечко такая чик-чик-чик-чик-чик И бежит спать Беги, пожалуйста, спать, беги отдыхать Потому что нам скоро на учебу Я же говорю, что 5 утра, вы представляете? Они вернулись в 5 утра В общем, подожди, подожди, у нас продолжается скандал Внимание, внимание, друзья мои Я смотрю, что теперь Флора решила тихонечко сбежать Подожди, или я на Бьянку накричала В общем, короче, очень сложно сейчас нам понять На кого больше надо кричать, на кого меньше Но мы все равно должны поспорить Ты куда собрал? Стоять! Стоять мы с тобой еще не закончили В общем, Бьянка вообще считает, наверное, что это было несправедливо Что Луна на нее накричала Потому что, мол, как бы Ну, я пыталась сестру образумить Я хотела, чтобы мы вернулись быстрее Но она со своим парнем гуляла Дело в том, что у нашей Луны, как вы понимаете Эрик единственный сын То есть, большую часть времени она теперь будет уделять, конечно, Эрику Да-да-да, у нас еще появилась Адель Маленькая девочка, ну, по сравнению с нашими девчонками Но все равно Для Луны, как бы, вот Эрик Это прям такой вот, знаете, единственный сын Обязательно нужно уделять внимание ему Поэтому Луна решила, что она спокойно может срывать свою злость Свою, знаете, какое-то вот Своё негодование на старших И, конечно же, на своих На свою младшую дочь Но вот на Эрика нет, на Эрика нельзя Кстати, что у нас тут такое? Сколько? Извините, три тысячи, но неплохо Кстати, нам нужно будет сегодня, наверное, пособирать А, у нас тут ничего не созрело Нам надо будет сегодня здесь поубирать Как-то все привести в норму Тимати, а что ты делаешь вообще? Чем ты занимаешься? А ты на вазы смотришь? Класс, Тимати, молодец! Говорю, иди, приготовь завтрак Он стоит, смотрит на вазу Чем же ещё занимается? Давай, приготовь оладушки, пожалуйста Тимати вообще решил в это не вмешиваться То есть, как бы, это моменты воспитания со стороны Луны Это её дочери То есть, конечно, он может как-то потом, знаете, её Ну, не то, чтобы тихонечко образумить, но сказать, мол, как бы Эм, дорогая Ну, может быть, ты слишком строга Вспомни себя в молодости Хотя, мне кажется, лучше пусть он это не говорит Потому что, может, не пойми, что произойдёт Вот, вот, вы видите, что происходит? То есть, Флора решила, что я могу Ответить Луне И я буду ей отвечать И это не тебе решать, где мне гулять С кем мне гулять Ну, в общем, вы поняли Луна, конечно, сейчас Бомбанула по полной Ну, а Флора, знаете, как говорится В одно ухо впустила, в другое нет Мол, как бы, хочу и буду гулять Не хочу и не буду Всё, ничего не знаю Я очень злая И до свидания И сейчас мы что сделаем? Мы сейчас, во-первых, должны сделать домашнее задание У нас тут, как бы, беда Мы не сделали домашку Но, кстати, обратите внимание Что, возможно, сегодня Наша красавица станет отличницей Возможно Вот, что не могу сказать, к сожалению, про Бьянку У Бьянки, вроде, всё тоже здесь нормально Но, как вы видите, у неё беда Беда Сделай, пожалуйста, сейчас быстренько домашку Чтобы у нас хотя бы всё держалось на одном уровне У нас, между прочим, понедельник Воооо, ребят, посмотрите Она очень сердитая Очень-очень сердитая Слушайте, а нашим детишкам сегодня надо на занятия? Или же нет? Да, тоже надо Так-так-так, тихо-тихо-тихо-тихо Что ты делаешь? Ты хочешь с папой поговорить? Да, поговори с Тимоти Мы, как бы, тоже должны общаться побольше Давай вот это вот всё уберём Будем считать, что это, знаете, ну, наши Эти праздничные продукты То есть тортики и прочее Лучше их всех убрать Ну, а Луна, как самое интересное, что очень кокетливая У неё настроение просто выше крыши То есть она покричала на девочек И, знаете, стало, наверное, немножко легче Что ты идёшь делать? Поболтать с Флорой? То есть сначала ты на неё накричал Потом решила поболтать Ну, в принципе, я почему бы и нет Мэтью, давай мы с тобой сейчас пойдём погулять Давай мы сейчас с тобой пройдёмся Пока Тимоти готовит Давай-ка ты отправься на короткую прогулку Давай-давай-давай А то у Тимоти сейчас, как бы, дела очень много Он должен позавтракать и отправиться на работу Как вы знаете, Тимоти зарабатывает очень много У него, как бы, доход хороший Он зарабатывает, по-моему, около тысячи Не, не тысячи Хотя примерно тысячи он приносит в день Ну, согласитесь, что это действительно Прям отличный показатель Так, теперь надо посмотреть У него всё в порядке То есть мы попросим его сегодня хорошенько так поработать Я вижу, что один только Эрик не просыпается Эрик, тебе бы желательно... А чё вы такие все боегузы? Что, у нас давно не было? У нас пожар был неизвестно когда, по-моему И всё равно И всё равно они до сих пор его вспоминают и боятся Что у нас с садиком? Что, на работу? Да, тебе нужно будет отправиться А вот ты, моя хорошая, должна будешь Взять побег, изучить А что, у нас тут всё в порядке? Подожди, подожди-ка Вырвать растения Не, не надо вырвать В принципе, вы видите, что у нас с растениями Всё действительно тут very good Это очень хорошо Меня это очень радует Потому что если растения будут пропадать То, ну, вы же знаете Заново мы деньги нигде не сможем собрать Ну как, ну Тимоти, конечно, нам помогает в плане финансов Но именно что помогает Девочки, а вы сделали домашку? Чё-то мне подсказывает, что они сейчас ещё и опоздают на учёбу Давайте попросим, кстати, Тимоти, помоги, пожалуйста Наверное, помочь с домашним заданием А ты, моя хорошая, наверное, тоже сейчас помоги с домашним заданием Отпустим Эдди Пусть он пока побегает по участку Мне кажется, что нашей собаке нравится здесь гулять У нас садик красивый А вы пока что помогите А то у нас они сейчас опоздают И вы знаете, что с этим будет Я боюсь, что нас могут очень сильно поругать Ну и плюс пока что Тимоти находится здесь Но мне кажется, что помочь он действительно сможет Значит, Луна, моя дорогая, раз у тебя всё хорошо по показателям Ты сегодня должна вот всё-всё-всё здесь поубирать Я видела, что у нас тут грязные миски были Тебе нужно будет наполнить все миски Тебе нужно будет здесь всё пропылесосить В общем, привезти в но... А-а-а, Эрик решил опазд... Подожди, подожди, подожди А ты на учёбу вообще собираешься? Эрик! Хороший мой Мне кажется, что тебе не бегать нужно туда-сюда Фу, у нас тут грязные тарелки А всё-таки отправляться на учёбу Видите? Вот видите? Эрик знает, что у него есть защита в виде Луны То есть Луна его ни ругать не будет Ничего Ну и, конечно, он этим будет пробовать пользоваться То есть Эрик у нас такая, знаете, маленькая-маленькая вредина Так, это мы убираем Это мы всё выбрасываем Девочки, вы успели сделать домашнее? Пожалуйста, скажите, что вы успели Так, молодец Ты сделал домашку Ты тоже давай заканчивай И отправляйтесь на учёбу Не знаю, сможем ли мы сегодня, конечно, отличниц получить Но очень надеюсь, что Флора хотя бы станет отличницей А если ещё и Бьянка, то это будет супер Кстати, у нас сегодня день скидок На что нам купить? Я не знаю Игнорируй, ты знаю Купить не менее 500 миллионов Что мы можем на 500 миллионов купить? Слушай, отправляйся давай быстрее Ты уже опоздала на первый урок? Ну сколько там урок? Нет, даже на второй опаздывает Мне кажется, что нужно чуточку Всё, молодцы Отправляйтесь все на занятия А тебе как бы тоже надо Всё, бегите Не мешайте мне здесь Мы пошли убирать вместе с нашей Луной То есть сегодня она хочет как-то, знаете, привезти А, ты всё насыпала, молодец Она сегодня хочет привезти дом в порядок Потому что у нас была действительно бурная вечеринка К нам всё время приходят какие-то гости Какие-то знакомые Какие-то родственники Все что-то от нас хотят Ну а мы хотим просто какой-то покой И радость, и счастье Чтобы нас никто не доставал Мы хотим хоть немножечко пожить Ну знаете, все вместе И без каких-то посторонних действительно гостей Значит, пропылесуй здесь Пропылесуй здесь С наступившим днём рождения Подождите То есть Макс звонит детям Тимоти И поздравляет их с днём рождения Ребята вернулись домой очень уставшими Поэтому я думаю, что сейчас мы их отправим отдыхать И между прочим, посмотрите, кто к нам пришёл в гости Во-первых, к нам в гости пришла Сабрина А во-вторых, к нам пришла подружка Флоры Знаете, меня удивляет, что к Бьянке вообще никто в гости не приходит То есть к нашей Флоре то Коул приходил То теперь новая подружка пришла А получается, что у Бьянки вообще нет никого Ну вот вообще, абсолютно она ни с кем не знакома в школе Может быть, она ни с кем не общается Но это как-то немножко грустно Может быть, ей есть смысл прокачать немножко отношения Со своими младшими братом и сестрой Посмотрим Может быть, у них получится И я смотрю, что наша Луна всё убирает, убирает Вы понимаете, только она пропылесосит в одной комнате Как бы пыль появляется в другой Это, конечно, очень обидно Значит, давайте проверим Как дела у нашей Бьянки? Бьянка очень устала Но она пока что всё ещё хорошистка И у неё, видите, успеваемость такая себе То есть, ей нужно будет за сегодня попытаться Каким-то чудом прокачать, конечно же Какой-нибудь из своих навыков Я даже примерно знаю, какой А вот что у нашей Флоры? А у нашей Флоры всё прекрасно Она стала отличницей Но, скажу вам одно Пока что она взрослеть не планирует И вы очень скоро узнаете, почему Значит, давай-ка мы расскажем анекдот Как тебя вообще зовут? Я зовут Эмилия Ну, привет, Эмилия Я тебя вообще действительно знаю? Ну, вроде как знаю Ну так, знаете, знаю Чисто, наверное, привет пока Ну, давай немножко с тобой поболтаем Подождите Какой хэппи Хэппи холидейс? Какой хэппи холидейс? Почему к нам пришёл Клим Мороз? Что ты... Подождите, а может Клим Мороз пришёл с Сабриной? Я уже не знаю Тут у нас такие интересные подробности появляются Я вижу, что к нам много кто пришёл То есть у нас день скидок Всё Нужно всем обязательно прийти С нами поболтать Пообщаться Не очень это мне нравится Вот совсем не нравится Когда к нам куча народу приходит Значит, давай-ка мы сейчас с тобой Наверное, пойдём приготовим обед Всё-таки раз к нам пришли люди То есть Луна у нас такая, знаете Вот ко всем людям В принципе, относятся хорошо Она приглашает к себе гостей То есть подожди, погоди-ка Белисьянки Я тебя точно не приглашала Нет, вы понимаете Пришла к нам Белис Нифига себе у тебя сапоги Слышь, где купила? И пришла и кушает наш тортик Вот я согласна Посмотрите, как он капризничать начинает Слышь, ты чё кусок моего тортика съел? Ты вообще нормальная? Мадама, может быть так делать не нужно? Давайте пока у нас детишки в хорошем настроении Давайте мы попросим их сделать домашнее задание Так, быстренько Быстренько делаем домашку Девочки должны отдыхать Девочки за сейчас должны выспаться За вот это вот ближайшее время Я вижу, что, кстати, вот этой Миле Как-то не очень интересно общаться Мне кажется, с Флорой Ну, может быть, давай поговорим хотя бы Не знаю, поговорим про теплую погоду с Сабриной То есть девочки опять-таки наши Они не особо, ну, скажем, с ведьмами много общались То есть мне кажется, им тоже стоит наладить отношения Ну, что, моя хорошая, ты готовишь? Да, она наконец-то пошла готовить Можно я это выброшу? Спасибо, я выбрасываю Нет, тарелку надо не ставить, а выбросить И выбросить, говорю О, наконец-то Today's my favorite Да ладно, вы что, издеваетесь? К нам сегодня все действительно решили прийти Но раз у нас favorite holidays А ну, давайте-ка посмотрим Что бы нам с вами для них прикупить? У нас есть 500 симолеонов Ну, как бы, которые мы можем потратить Слушайте, а я вот думаю, может быть, что-нибудь купить для нашего Тимати И, может быть, какой-нибудь, ну, не знаю Может быть, какое-то здесь освещение ему подарить Потому что у него здесь, как бы, светильников нет У нас есть что-то дорогое такое Блин, 400! Я бы поставила такой светильник, но он стоит дешево Мне кажется, мы можем для Тимати купить какую-нибудь книжную полку Значит, ты сколько стоишь? 600 Ну, давай поставим здесь вот такую вот А какого у тебя тут цвета? Серого? Ну, давай серую Серую-серость Вот здесь у нас будет книжная полочка Нам, надеюсь, засчитают И давай-ка включаться Ну, будем считать, что здесь он, может, хранит какие-то там свои Записи или еще что-то Мы хотели их сюда перенести Но мне кажется, что тут, вот в этой вот кладовой Он может хранить свои зелья Кстати, зелья Надо будет попросить сегодня нашего Тимати Чтобы он немножко позанимался Ты собираешься ложиться спать, моя хорошая? О, Коул! Вон сам Коул Подождите, какого? Подожди, Коул, подожди У нас и так сегодня были разборки с мамой Поэтому я думаю, что лучше Флора пока что никуда отправляться не будет Давай мы тебя... Ой, Азура пришла Я вам говорю, сегодня у нас действительно очередной праздник Они находят любой повод, чтобы пойти где-то потусить Я вижу, что, конечно, нашей Бьянке нужно будет спать Подождите Подождите, вы что, издеваетесь? Подожди Он решил сам к нам прийти? Да, ну, Коул, ну за что? А что такое грустное? А что такая кислая морда? Да ну улыбнись, ну не кисни Не надо так делать Понимаете? Ребята, что это было? Почему она выскочила? О, она испугалась Понимаете, Коул приходит тогда, когда нам это, как бы, ну не к месту То есть мне нужно, чтобы Коул пришел тогда, когда девочки выспались А получается, что она сейчас ложится спать Наша Бьянка отдыхает Ну и Коул тут, наверное, потусит, потусит, потусит Такой, типа, ну а что мне здесь делать? Я тут делать ничего не буду Между прочим, у нас уже 5 часов вечера Значит, нам нужно, чтобы наши девчонки выспались, отдохнули Вот, ребят, тысячи символионов, вы представляете? Вы представляете, целую тысячу символионов он принес Давай мы с тобой, не-не-не, не будем готовить макароны с сыром Мы с тобой будем экспериментировать Кстати, я хочу запереть для всех, кроме Тимати То есть это его, как бы, секретная, скажем так, комната Куда, конечно, можно заглянуть Но будем считать, что, может, когда он работает Он опускает вот эти вот деревянные панельки И никто туда заглянуть не может Но я очень надеюсь, что никто туда действительно не заглядывает Значит, хотелось бы, конечно... Она что? Что она сейчас сделала? Она собаку, надеюсь, покормила? Или она просто очередную тарелку съела нашей еды и все Надеюсь, что Мэтью понравилось Значит, сейчас я хочу, чтобы девчонки отдохнули И затем, конечно же, мы должны сделать и домашнее задание И все-все по дополнительным навыкам Для того, чтобы наша Бьянка тоже стала отличницей Девочки проспали практически весь день И затем Бьянка, проснувшись ночью, решила, что нужно И, наконец-то, прокачать какой-нибудь из навыков И она выбрала пение Она решила отправиться на пляж И пропела почти всю ночь Но, между прочим, прокачалась до третьего уровня Правда, в школу она отправилась в отвратительном настроении Сейчас у нее такой вот небольшой спад по продуктивности Но девочки уже вернулись домой на следующий день И нам буквально вот только мы зашли домой Позвонил Коул И пригласил Флору к себе в гости То есть мы сейчас познакомимся с его мамой С его, получается, сестричками И вообще посмотрим, где он живет Ну давайте хотя бы первый этаж оценим Значит, они живут в Эвергрин Харбор То, что я вам говорила, что, получается, мы живем в абсолютно разных городах То есть, представьте, у них любовь на расстоянии Но я вижу, что дом самую малость пустоват Совсем пустоват, но... Подождите, а, унитаз есть Мы в него немножко влипли В любом случае, давайте попытаемся сейчас Как-то понравиться его маме, может быть Может быть, шептать про увлечение Ну, попробуем пошептать про увлечение Вообще, я хотелось бы... Хотелось бы, хотелось бы поприветствовать ее Давайте мы ее поприветствуем Ну, не дружески Давайте, наверное, вежливое знакомство А то как-то, ну... Не хотелось бы произвести... Что-то ему уже не понравилось Он такой, знаете, показывает, что ты несешь Что ты говоришь при моей маме Может быть, она ему решила анекдот какую-то пошло рассказать А Ева услышала Здравствуйте Очень приятно с вами познакомиться Очень удивительно, у нас появился Значит, мурлет Потеря в семье Я проверила У нас все живы То есть наши ведьмочки живы Может быть, кто-то... Я даже не знаю, с какой стороны у нас кто успел погибнуть Но я всех проверила И все было в норме Очень странно Причем самое интересное, что эти мурлеты только у Бьянки и у Флоры Ни у Тимати, ни у Луны, ни у детишек этого не было Не знаю Прямо очень странно Здрасте Давайте мы попытаемся узнать ее получше Посмотрите, как она ее рассматривает Так, это значит ты Это к тебе, мой сын, бегай, да? Это ты, значит, его возлюбленная А ну давай пройдем сейчас с тобой чай, побьем И ты мне расскажешь про себя Слушайте, Коул как-то подозрительно очень улыбается Честно говоря, конечно, у них тут атмосфера не самая лучшая Как-то тут немножко грязновато, но... Ну да ладно Давай, может быть, пойдем Не знаю Посидим на диванчике, поболтаем Ну я бы хотела, кстати Поговорить с его мамой Ну как-то, знаете, хотя бы Немножечко попытаться и понравиться Но, как вы понимаете Все же не ограничиться только домашними посиделками В общем Сегодня у Флоры тоже есть цель Прийти домой чуточку попозже Давайте попросим совет Мы скажем, что, мол Что ты что-то не то ляпнула Я вижу, что она маме не очень нравится Ребят, меня это немного расстраивает Флора как-то не может угодить О, смотрите Полетели кулечки Какой-то такой вот грустный кадр Тут не хватает черно-белого фильтра Знаете, чтобы совсем такая вот грусть А у нас они еще растворяются куда-то Значит Мне вот интересно Мы сможем понравиться Еве или нет Мне кажется, что мы немножко Коула Сейчас, ну, как бы, расстроили Но Вы же знаете, что Флора у нас Девочка упрямая Ничего сделать пока что она не может Давай угрюмый комплимент сделаем Скажем, что у меня там что-то произошло Я не знаю, что произошло у нее, ребят Честно вам скажу Вообще не знаю Сделай мне комплимент, пожалуйста А то мне очень грустно Давай мы, может быть В смысле ты отмахнулась От него? Ты что, дурилка картонная? Мне это не очень нравится Так, подожди Ты вообще тут можешь себе сидеть Я хочу понравиться Еве Спросить про Вуху Давай расскажем ей анекдот То есть наша Флора, знаете, такая вот Девочка действительно без комплексов Она будет пытаться А вы кто такой? Шон Мейфилд А вы чего тут делаете? Вы кому кто? Кому кем приходится? Это, может быть, возлюбленный Евы? Я не знаю Главное, чтобы не Коула Ребят, по-моему, он стоит и просто Как бы краснеет Из-за того, что говорит Флора Так, иди сюда Иди давай сюда Что вы кушаете? Я тоже хочу Я тоже хочу поесть Как зовут сестричек? Значит, это Ники И у тебя есть еще сестричка Эмилия Окей, хорошо Давай идем сюда Ты идешь сюда вообще? Я хочу, чтобы ты поговорила с Евой Ну, хоть какое-то впечатление Мы должны как бы присоединиться О, давай присоединимся к готовке Давайте сделаем вид, что мы Ну, вот такие, знаете, помощницы велики Мы сейчас можем помочь И вообще, я сейчас все сделаю Если вам нужна какая-то помощь Пожар... Попотуши Попотуши У нас тут нет пипикалки А нет, есть сигнализация Фух, я уже перепугалась Что у нас... А где пожарная? Алло Алло, почему... Не сработало Наконец-то Фух, я уже перепугалась А может быть, как-то еще надо ее... Давай спросить Что произошло? Скажите, что у вас произошло? Почему вы такая грустная? Нет, знаете, иногда в 74 подкидываются Такие вот очень абсурдные вопросы Что у вас произошло? Здрасте Танера думает Коул, кого ты себе выбрал? Она что, совсем бобо? Или нет? Давайте мы попробуем ей понадоедать В общем, Флора, знаете, такая вот... Ну, не то, чтобы не умеет общаться Но... Такая дамочка Что у нас здесь происходит? Ага, у нас тут всякая грязь Что-то мне подсказывает, что Семья у нашего... Чего? Он решил себе сделать маску из... Это что, лаймы? Или лимон? Или огурцы какие-то желтые? Короче, ребята, он решил себе сделать ванну Сделать себе маску Причем ванну В лепестках А ты меня не забыл пригласить, уважаемые? Ну, вообще-то, как бы, я думаю, что Флора бы не отказалась В общем, короче, у Флоры опыта общения со взрослыми Ну, то есть, именно в таких вот компаниях не было То есть, она как бы... Ну, конечно, встречалась с ведьмами, с прочими Но это ее первое знакомство с родителями молодого человека И она, как бы, просто, ну, не знает, как себя вести Ну, вот, абсолютно не знает И мне кажется, из-за того, что Луна сейчас больше времени уделяет Эрику Ну, и Адель, то... Ну, как бы, ей не до воспитания девочек То есть, она уже, как бы, считает, что... Девчонки уже взрослые, сами поймут, сами разберутся, что нужно сделать Мне кажется, мы не очень ей нравимся Ну, ладно, давай пожалуемся на проблемы Давай пожалуемся на его мать Скажем, твоя мать Твою мать никак нельзя убедить в том, что я такая милая и хорошая Ну, ты же сам можешь убедить ее, что я очень милая и хорошая? Я, наверное, никого не удивлю, сказав, что уже вечер наступил Флора еще не дома Мьянка решила заняться своим проектом Попросила Тимати, чтобы он ей помог А Эрик решил, что лучше немножко краски добавить Вот то, что я вам и говорила Эрик будет очень капризным Прям очень-очень То есть, посмотрите, они разговаривают А он начинает тут разливать, выливать И я хочу внимания Я хочу... Это что сейчас было за движение? Ребята, кого он пытается битой ударить? Нет, я все понимаю, конечно, но этого я немножко не понимаю Это выглядит самую малость как-то странно В общем, видите, у нашей Бьянки отношения, конечно, с окружающими не самые лучшие В Флоре опять пытались прийти в гости какие-то подружки А Бьянка была одна Поэтому пока Флора сейчас находится в гостях Бьянка решила, что нужно действительно взяться за учебу Может быть, она сможет как-то, знаете, проявить себя в школе Может быть, она сможет привлечь внимание окружающих благодаря своим знаниям В общем, у Бьянки было очень много планов Она надеялась действительно, что сможет как-то вырваться Из вот такой вот, знаете, скучной жизни, как она считала Поэтому сейчас она решила быстренько заняться своим проектом Затем сделать домашнее задание И у нее, конечно же, в планах было стать отличницей Давайте посмотрим У нее, конечно, продуктивность так себе Но зато ей осталось сделать только домашнее задание И, в принципе, она, мне кажется, будет уже готова Кстати, что у нас здесь? Надо починить Вы видите, что у нас проблемы немножечко сейчас могут появиться с нашим электричеством Поэтому будем сейчас этим всем заниматься Луна, я вижу, что вообще в отличном настроении Давай-ка, может быть, ты сейчас помоги Эрику с домашним заданием Что такое? Посмотрите, начинает капризничать Ему что-то опять... Тебе унитаз не нравится? Сходить Так ты сходи Нужно сделать домашнее задание Хороший мой Я, конечно, понимаю Хочется развлекаться Всякий там мусор где-то бросать Но тебе надо заняться домашним заданием А мы вместе с твоей мамочкой Луной Конечно же... Это нормально, что он пошел сюда делать домашнее задание? Дорогой мой, у тебя же вроде как есть вот рабочее место У тебя есть свой, скажем так, уголок Вместо того, чтобы занимать здесь единственный столик Ты решил пойти сюда Ну ладно Идет Луна помогать Обязательно идет помогать Она должна помогать Эрику во всем А вот ты мне лучше расскажи, как у тебя с домашним заданием Ну пока что вроде как никак Кстати, покорми пылью Она тоже, знаете, немножко такая вот одиночка То есть мне кажется, что у нее с Бьянкой будет достаточно много общего Ну а то есть как бы у Эрика есть внимание родителей Ну у Флоры есть молодой человек А вот у Бьянки... А кто это приготовил? Луна решила гамбургеры приготовить Молодец Будет нам сейчас что покушать Потому что вы видите, что Бьянка занималась практически весь день И она, конечно, очень сильно проголодалась Ей еще и в ванную хочется сходить Принять там, не знаю, душ, в ванную Поэтому... Зачем ты себя бьешь, дорогая моя? Не надо себя бить Все будет в порядке Поэтому ей нужно будет сейчас срочно После того, как она закончится со своим проектом Пойти перекусить Тем более, что гамбургеры у нас прекрасные Слушайте, по-моему, у нас тут что-то запачкалось Я хочу попросить сейчас Тимати, чтобы он помог с уборкой Потому что это что-то с чем-то Кстати, а может быть ты лучше магией? Давай-ка мы лучше заклинание используем И починю, и чистите Потому что, ну вы же понимаете, он же у нас маг Зачем ему это все чинить? Ему лучше сейчас взять, замахнуть волшебной палочкой И все будет в эрегу День луны начался с того, что у нас проснулся вулкан на острове И знаете, выглядело оно очень и очень страшно Наша Бьянка всю ночь занималась Вот прям всю ночь Она под утро только успела немножечко прилечь, отдохнуть И все Я очень надеюсь, что она сейчас станет отличницей Прям очень надеюсь Потому что мне кажется, что ее старания должны заметить преподаватели И, конечно же, поставить ей пятерку Но вот меня немножко расстраивает, что она очень сильно уставшая И это как-то может, знаете, негативно сказаться На ее успеваемости, но мы попросим ее сразу же отправиться отдыхать И, как вы понимаете, Флора вернулась домой под утро Я так понимаю, что вместе с Коулом они решили отправиться куда-то погулять Я не знаю, как Ева относится к их прогулкам К их ночным вечерним встречам Но, как вы понимаете, Луна очень сильно разозлилась То есть она узнала о том, что Флора вернулась под утро Только когда увидела синяки у Флоры под глазами Когда та выскакивала на учебу Мол, мам, пока, пока, Тимати, все дела И, конечно же, Луна сейчас просто была очень сильно злой Она была очень злой Она решила отправиться немножко проветриться Потому что, ну, вы видите, что Она действительно немножко так, знаете Скажем так, не знает, что сейчас говорить Флоре Как на нее повлиять? Кстати, я вижу, что Бьянка вернулась домой вместе с Флорой Ну, давай проверим Да, друзья мои Она тоже стала отличницей Давайте похвалить Мы должны с вами нашу Бьянку Молодец Иди, пожалуйста, поспи А что не так с Флорой? А с Флорой что не так? А она хочет в душ пойти Быстренько давай отправляйся в душ И я чувствую, что когда она выйдет из душа То Луна ей устроит Вот Луна сейчас ей все расскажет Давай будем возвращаться домой Пойдем домой Мне кажется, что нужно, во-первых, пойти что-нибудь приготовить Ты что, купаться собиралась, отправляться? Дорогая моя, не-не-не-не-не Какое купание? Куда купание? Вам домой нужно отправляться Нужно сейчас всех покормить И мы должны серьезно поговорить, конечно же, с Флорой Мы должны сказать, что, мол, как бы у нас есть правила в доме Ты должна либо жить по этим правилам Либо, знаешь что? Я тебя отправлю на все четыре стороны То, что я вам и говорила Что у Луны очень сильно поменялся характер с того момента Давай-ка мы сейчас что приготовим? Давайте мы приготовим А что мы приготовим? Что можно нам сейчас делать на обед? Мне кажется, что на обед мы можем сделать О, давайте запеканку с тунцом В общем Я вам говорила о том, что у Луны очень сильно поменялся характер То есть если вначале она была, знаете, такой Ну вот действительно принцесской Которую опекали три ведьмы Потом, знаете, как-то, мне кажется, Макс Немножко закалил характер нашей Луны То сейчас, учитывая, что она купается в любви вместе с Тимати То она стала более такой, вот знаете Ну более жесткой, я бы сказала Более такой вот Не то чтобы вот непоколебимой Но вот она считала, что вот я тут закон И это правильно Это правильно, мы с вами понимаем Что Луна имеет на это право Но в любом случае Она, конечно, хотела Флоре объяснить Кто здесь как бы главный у нас дома Ну а Флора, учитывая ее характер Конечно же, имела всех в виду Она хотела жить по своим правилам И это могло, конечно же, повлечь за собой кое-какие проблемы Ну что, давай мы сейчас с тобой что-то приготовим А я вижу, что у Флоры, я же говорю, у нее все в порядке Она пошла переоделась Она себя привела, скажем так, в надлежащий вид Давай садись здесь и жди обед Она не знала, что Луна Ну как бы поняла, Луна не дурочка Луна поняла, что что-то не так Что дочка вернулась не тогда, когда нужно И, наверное, сейчас может произойти прям грандиозный какой-то бубух Потому что у Луны тоже уже нервы сдавали Значит, дорогая моя Пойдем-ка мы сейчас Подожди, а где? Флора не хочет спускаться? Флора спускается вниз То есть, вы видите, пока все наверху Здесь у нас внизу только Луна и Флора Давай-ка мы сейчас тебе все выскажем Злые действия Мы должны на нее покричать Мы должны устроить сейчас самый настоящий скандал Мы должны жаловаться на счета Мы можем сказать, что, мол, как бы ты где-то гуливанишь Я тут вместе с Тимоти вообще пытаюсь дом тянуть А ты вообще не пойми, как себя ведешь Давай будем спорить о правилах в доме В общем, короче, сейчас Луну и Флору ждут очень сильные проблемы Вот видите, они сели друг напротив друга и пошло-поехало Оскорбления, крики В общем, Луне ужасно не нравилось, как ведет себя Флора А Флоре не нравились правила Ну и дело в том, что они настолько громко кричали, что Бьянка тоже проснулась Я так понимаю, что все решили спать в одной комнате Мне кажется, что наши детишки примерно понимали, чем это все может закончиться Поэтому они решили собраться в одной комнате Мне кажется, что мы сейчас должны попытаться как-то Луну Ну не то, чтобы излить чувства, но попытаться успокоить Но я думаю, что наша Луна в принципе вообще не как-то вот знаете Ну вот ей абсолютно все равно Вот мои правила, мой дом И веди, пожалуйста, себя, как я считаю нужно Бьянка стоит, конечно же, на стороне Флоры в большей степени Я вас удивлю, действительно Но Бьянка, знаете, ну вот как бы я поддержу свою сестру Я хочу поддержать ее, хотя она к Луне очень хорошо, уважительно относилась Но вы же понимаете, что как бы, ну Бьянка и Флора, Флора и Бьянка, они в детстве были не разлей вода Поэтому Бьянка решила взять сторону Флоры Ну а Луна в свою очередь решила, что девочки ведут себя неправильно Что Флора, что Бьянка сейчас очень-очень сильно получили от Луны Оставаться здесь смысла нет Поэтому они решили собрать все вещи, которые у них были И уехать из дома Через несколько часов девочки были уже далеко от дома Они не взяли с собой никакие деньги, только несколько вещей смогли прихватить И сейчас они находились совершенно в другом городке Луна же подумала, что они просто бунтуют и отправились на другой конец пляжа Ну, немножко побунтуют день второй и вернутся домой Но, как вы понимаете, ни у Бьянки, ни у Флоры этого в планах не было Где они сейчас находятся и где они будут жить, вы узнаете уже в следующей серии, друзья мои Поэтому обязательно поддержите ролик лайком И, кстати, у нашей Бьянки есть один маленький секрет в кармане Как вы думаете, что это такое? Напишите в комментариях, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны До скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok